Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И это видео будет не на наглядно действованном практическом уровне, а на уровне метафор и абстракций. Дело в том, что задают мне периодические вопросы. Я в одном из видео уже отвечал на вопрос, что такое акме. С латинского это переводится как вершина, совершенствование, удивительное слово. Имеется ввиду и существительное, и глагол, и некий результат, и некое движение вверх в развитии, совершенствовании и так далее. Вчера ко мне зашел мой старинный знакомый, коллега, вместе мы с ним работали. И мы сидели в лаборатории, рассуждали на самые разные темы, рассуждали о людях психически больных, о законе психиатрической помощи. И как-то так вот у нас разговор свелся к тому, что, что такое свобода, что такое воля для современного человека, чем они отличаются. Мы открывали различного рода словари, как в интернете, так и на бумажных носителях, книгах. Смотрели, читали. Вот как-то так разговор завертелся. Выпили три или четыре кружки чая. Очень интересно все это обсуждали. И пришли к неким... Ну, наверное, не пришли, но тем не менее обрисовали для нас, как для людей, занимающихся психологией, психиатрией, психотерапией. Какой-то круг определенных терминов, наверное, так это можно назвать. Мы попытались определиться. Я даже в процессе включил диктофон, записывал этот наш разговор. Вечером его проанализировал. Свел наш разговор в нечто угодочитаемое. То, что можно записать, то, что можно понять. И появился небольшой текст. Я вам сейчас его зачитывать не буду. Лишь поясню суть того, что было нами понято. Наверное, ну, можно сказать, что это все-таки были какие-то слова, термины, определения. Некое согласие между нами возникло, когда мы определили эти самые моменты. Речь идет непосредственно о воле, как свойстве человека, и свободе, как неком состоянии человека. Мы пришли к выводу с моим коллегой, что определяющим являются именно эти два слова. Воля – это некое свойство человека, а свобода – это некое состояние человека. И в этом мы увидели существенное различие между этими двумя словами. Состояние. Что такое состояние, если говорить о свободе? Состояние, оно может быть, а может не быть. Самый простой наглядный пример – состояние алкогольного пенения. Оно как мед. Оно или есть, или его нет. Это состояние свободы. То есть свобода – это состояние, и оно приходящее и уходящее. А воля есть всегда. Вот это кардинальное различие. То есть, если свобода, она возникает, она пропадает в какие-то моменты. Это состояние человека в те или иные моменты. То воля, она внутри человека присутствует всегда и неизменно. Это некая константа. Другими словами, мы решили, что воля – это более глубинное состояние в любом человеке, нежели чем свобода. То есть свобода – это приходящее, я буду повторяться, прошу простить меня. Свобода – это более динамичное явление. Оно есть, его нет. А воля, она есть всегда. Мы высказываем свою волю, и это наше постоянное константное свойство. Вот это, на наш взгляд, с моим коллегой послужило существенным различием между волей как свойством и свободой как состоянием человека. Воля не может не быть. И как следствие из всего этого волю отнять у человека невозможно. Воля, на наш взгляд, наверное, тоже один из выводов. Она может быть более или менее выражена. Вот это действие некоторое, да, внутри человека, она выражается или не выражается с большей или меньшей степенью. Но еще раз повторюсь, воля, она есть всегда, в каждом человеке, в отличие от свободы. Свойства воли – это перманентное, это постоянно стремление к воле. А свобода – это состояние. И в этом их основные различия. Как яркий пример можно привести такой, свобода в Америке, ну, то есть, ни для кого не секрет, в западной культуре где-то. То есть, свободу дают, и это определяющим, вот если говорить конкретно, ситуационно, да. Свободу дают, а волю берут. На Руси, в частности, да, вот, на родовольце, даже вот это движение, да, революционное. Воля – это больше нечто правосточное, это русское, это несвойственно западной культуре, как мне кажется. В Америке, в Европе речь идет, речь всегда идет о свободе. Свободу всегда дают, дают власти, дают, я не знаю, правительство, там, негров в Америке освободили и дали им свободу. А у нас русский мужик, хватаясь за топор, да, пытаясь отстаивать свои какие-то права, идеи, он всегда стремился не к свободе, не знали такого слова, а стремился он всегда к воле. Ну, еще раз повторюсь, свободу дают, а волю берут. Свобода – это состояние, переменчивое есть или нет, а воля – это некая константа, постоянное свойство человека, в той или иной мере выраженное в каждом конкретном индивидууме. Совершенствуясь, возвращаясь к слову АКМЕ, мы, тем не менее, стремимся, вопрос у нас был, да, стремимся мы к свободе или к воле? Странный вопрос. Можно ли сравнивать волю и свободу? В словарях пишут о том, что, собственно, свобода и воля – это слова однокоренные, что они исходят одно из другого, но, тем не менее, это, на наш взгляд, моего коллеги, меня, это все-таки различные вещи. И сравнивать их, сводить их к нечто единому нельзя, все-таки это существенно разные понятия. Свобода, в некотором смысле, это больше какая-то динамика изменений состояния человека. Повторюсь, сегодня свобода есть, завтра ее нет, сегодня негр – раб, завтра он не раб, послезавтра он снова раб. А воля в человеке есть всегда. Другими словами, воля – это больше статика, а свобода – это всегда динамика. Она приходящая и уходящая. Ну, вот как-то так. Такие вот у нас были вчера разговоры. Они, повторюсь, абстрактно-метафорические, не конкретные. Может быть, это будет кому-то интересно. Вот такое рассуждение двух людей более из нас 15 лет. Каждый из нас более 15 лет занимается вопросами человеческой психики, души, психологии, здоровья, нездоровья. Ну и, соответственно, вот что из этого родилось в отношении двух определяющих понятий в отношении человека. К его свойству как воле и состоянию как свободы. Ну, на этом, наверное, пожалуй, все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!